Собственно, привет, ребят! Это Давады, мы находимся до сих пор в Казахстане, до сих пор в Алмате. И нужно было нам поснимать каких-нибудь обзоров, и мне на глаза попался пеликан. Я, если честно, никогда не пробовал, но о нем слышал и скептически как-то к этому относился, да? Думаю, пеликан, думаю, что это вообще такое? Короче, было принято решение его покурить, попробовать и понять, собственно, что это вообще такое. Пообщавшись, грубо говоря, с продавцами пеликанок, которые продают в розничном магазине ротанок, они мне сказали, что это охуенная альтернатива Щербетли. По цене даже, говорят, чуть-чуть дешевле, смотря, собственно, кто как продает, да? Не в этом суть. По ароматике, сказали, ну, идентично Щербетли, одинаковая вкусовая палитра в районе 39-40 вкусов на данный момент. Но, как мы знаем, все такие турецкие табаки обычно любят выпендриваться и делают что? Делают целых 150-200-350 разных вкусов. У них есть домен, причем европейский, но не суть, да? Так вот, я его еще не курил, поэтому сейчас мы покурим и посмотрим. Я взял каких-то 5 вкусов. Это манго, это бисквит милк, это вот-вот, про что я и говорю, да, 150 вкусов. Это king of kings flavor, король королей, вкус короля королей. Взял обычный классический лимон и, собственно, какой-то йогуртовый вкус. Вначале я подумал, что это новый продукт Щербетли, новый продукт Адалия, либо чего-то еще, да? Ну, мы уже привыкли к этому всему, что так происходит. Так что давайте, наверное, все-таки забьем манго, посмотрим, что к чему. И, собственно, про другие вкусы я тоже поспрашивал, что из себя они представляют, да? Вот такой вот пакетик серебристый, просто пеликан, очень похоже, знаете, на логотип печенек. Да, красный октябрь и все остальное. У нас есть чашечка апгрейд и давайте, собственно, выложим. По консистенции, по виду сырья, все идентично, грубо говоря, классическому турецкому табаку, который просто заводится в Россию, да, для потребителей. Очень красный. А, с пачки пахнет переспелым манго. Вот прям переспелый-переспелый, сразу чувствуется немного травянистости, но в манго как бы это всегда. По крепости. Пятерка-четверка, то есть, ну, дешевый, дешевый говорю, легкий-легкий табак. Чуть-чуть выше легкого, чуть-чуть ниже среднего. То есть, ну, грубо говоря, давайте просто все это будем называть альтернативой прям щербетли. То есть, что бы я сейчас ни говорил, грубо говоря, можно называть это щербетли. Ну, до тех пор, пока я это не попробую, я не смогу понять, какие же его отличительные качества есть от всеми известного табака. Которого, кстати, в последнее время что-то на рынке не видно. Так, у меня есть кальянчик душа. Оп, бля, сука, тяжелый, пидор. Так, есть калау, сейчас мы это все бросим. И пускай, собственно, все это у нас пока прогревается, а мы успеем пронюхать пока другие вкусы, да? А, давайте, наверное, Kings of King Flavor оставим на потом, мне просто интересно. И ведь здесь главное же нет описания, что это за вкус. К чему, кстати, здесь есть на русском языке. Предупреждение о вреде курения. Курение способствует развитию заболевания легких сердечно-сосудистых систем. Состав табак, медовый сироп, глицерин, натуральный ароматизатор. Да, мы этот вкус оставим на финалочку понюхать. А сейчас давайте-ка быстренько пронюхаем все остальное. Также я как... О, кстати, ребят, смотрите, ребята, что придумали. Я только сейчас что-то заметил, на той пачке я просто отодрал кусок. Здесь есть насечка. Я первый раз вижу, что кто-то на таких пакетиках делал насечки, реально вообще просто. Хотя я не люблю так открывать, я люблю их ровно открывать. Так, давайте понюхаем лимон. Да, лимон, ребят, по вкусу немного сыроват, и он прям очень токсичен. Я еще, соответственно, у ребят спросил, ребят, тут есть ребята, которые это все курили. Я говорю, расскажите по вкусу, который я взял. Мне сказали, что лимон, он очень преобладает, то есть в миксе. То есть, грубо говоря, вы немного положили лимона, смешали, и он просто перебил всю остальную ароматику вашей чашки. На лимон не похоже, это больше от лимон-дропс, лимонные конфетки. Как так, на лимон не сильно похоже. Так, давайте идем дальше. Йогуртовые вкусы... Йогуртовые, я знаю, хорошо получается. Йогуртовые вкусы девочки любят. А, кстати, кто не заметил, да, кто не расфасовывает такие пачки, я их очень часто расфасовываю. Появился новый тренд, то раньше пачку щербетли можно было либо другого табака открыть с двух сторон, отсюда, отсюда. Теперь она открывается только с верхней стороны, потому что низ теперь запечатанный. Давайте посмотрим, что у нас есть по йогурту. Насечка прикольная. Ну, йогурт прикольный. Очень приятный. Не такой приторный, как я ожидал. Обычно йогуртовые вкусы, они прям реально приторные и немного неприятные, и отдают прям жиробасенькой, знаете, такой. Ладно, окей. Вот я сейчас, вот, вот, серьезно, я сейчас уловил, знаете. Вот моментами он пахнет, я скажу просто, такой ассоциацией, я думаю, мои подписчики сами допрут, о чем речь. Он пахнет затухлой кровью. Да, вы поняли, да, про чем пахнет. Моментами, вот, прям, нотка такая есть. Так, идем дальше, к нашему следующему, это, собственно, молочный бисквит. Бля, бисквит милк, реально вкус орео. Прям реально классно пахнет. Я думаю, мы его сейчас сразу заколотим в чашечку и, собственно, попробуем покурить. Запах прям пизда, как понравился. Ладно, давайте, собственно, посмотрим, что у нас с пеликаном. Мы прогрели буквально минуты, наверное, 3-4. И давайте взорвем. Первая тяга очень приятная. По ароматике, кто любитель приторных вкусов, да, то табак явно не для вас сразу. Хоть манго и пахнет переспелым, но оно очень, очень, такое, знаете, специфичное, легкое. То есть не сам легкий табак, а именно ароматика манго, оно легкое. То есть такое приятное, воздушное. Очень хорошее. Начинает перегреваться. Ай-яй-яй, чего я не ожидал. То есть крышечка закрытая на 3-25 углях, а при 3-4 минутах прогрева, вот тут вот, если сейчас не открыть крышечку и не убрать, то начинает вот это вот такое маленькое царапание по горлу, идет перегрев. По ароматике начинает прыгать. То есть такое ощущение бывает моментами через тягу, как будто я реально пью воду, знаете, пью воду. То есть вот это ощущение воды у меня во рту остается, то есть это водянистость вкуса. Она не прям, не настолько насыщенная, допустим, как многие хотели бы. Мне же такой вкус, ну, подходит, не сильно прям мощный. Но если, что касается манго, я люблю манго травянистое, зеленое. Мда. Короче, поманго мы все попробовали, я прям горю желанием попробовать дисквит, потому что это реально орео. Ну, или орео, кому как удобнее, да? Давайте, собственно, попробуем поставить нашу чашечку и, собственно, немного прогреем. Калаут у нас уже горячий, и, думаю, ничего тут такого страшного не произойдет. Главное, не наебнуть все это. Также хочу заметить, что очень сильно, я на это никогда внимания не обращал, кстати, в обзорах, то, что после нагревания и курения немножко табака мы понимаем, что вот этот красный цвет, он уходит с продукта, и нахуя его, собственно, делать. Да, ведь серый твой желтенький табачный лист куда приятнее. Либо это особенность законодательства о том, что табак должен быть цвета турецкого флага. Ладно, давайте, собственно, по-быстрому раскурим, посмотрим, что у нас здесь получилось. Блин, и опять же, вкус прикольный, но с пачки он пахнет немного по-другому. Прям с пачки, прям реально пахнет шоколадным печеньем. А на деле же это классический кондитерский вкус, то есть разнобой между тем, что ты нюхаешь, и то, что ты куришь, присутствует. Но при этом это как бы чуть-чуть не так сильно заметно, но курить это вполне можно. Да, ароматик я ожидал, наверное, больше приторности. Шоколадка тоже не такая прям приторная и яркая. И если брать, допустим, рынок России, там, где любят приторные вот такие вот легкие табаки, когда просят, сделайте нам что-нибудь очень сладкое, то тут-то явно нужно будет прям немного постараться как-то забивать, либо миксовать. Может, связано с тем, что я забиваю просто все это в моно-вкусы, в соло и получаю вот такой вот эффект. Ладно, давайте, собственно, мы побежим сразу вперед и забьем третий вкус. Это сразу, наверное, мы забьем King of Kings Flavor. С английским хуёво всё. Эй, вы меня разочаровываете, ребят, здесь нет насечки. Как так? Я уже привык обдирать, как бы, знаешь, легко, так классно, а тут насечки нет. Так вот все желания и рушатся. Две, два видов упаковки. Я уже разобрался с видом упаковки. Белые пакетики, это что-то миксологи? Нет, сейчас я тебе апельсин. Energy, баст, чё там. А, значит, всё, моя теория неправильная. Ну ладно, возьми, апельсин, да. А, я насечку сам умею делать, надо. А, я понял, что это. Это что-то свежее. Связанное, вот я чувствую, короче, это а-ля дюшес. Ладно, давайте мы посмотрим, это а-ля дюшес. По сырью всё ровно так же. Ну, пока, если примерно брать моё первое впечатление о пеликане, я скажу так. Обычный потребитель с закрытыми глазами не определит, что ему забили. В плане того, пеликан, либо щербетли, либо что-то ещё, да. То есть, это вот такая вот полка, в которой давно уже выработался определённый стандарт ароматики, определённый стандарт крепости. И реально определить сложно. Но если человек какой-то немного шарящий, он определит, что здесь ароматика более плавная, более нежная. Она сильно не бьёт по горлу. Она, ну, не такая прям насыщенно яркая, какая, какой бы хотелось её видеть. Потому что я думал, что у нас будет что-то максимально насыщенное. Так, мы поставили новую чашечку. И сейчас... Короче, стол всё равно не мой, протруй. Не буду. А, и не буду, собственно, в принципе, в этом разбираться. То есть, даже можно и не говорить, что, грубо говоря, в кальяной, ребят, у нас нет щербетли, у нас пеликан, попробуйте. Нет, да, конечно. Потому что я больше чем уверен, что вкусы будут абсолютно идентичны в названиях. И в них, собственно, грубо говоря, навигация будет максимально простая. Давайте попробуем свежий дюшес. Ну, по крайней мере, я так почувствовал. Я говорю, нет описания. Саня, если вы заметили, что я только ставлю горячую колодку, я начинаю сразу раскуривать. Ну, в принципе, уже ароматика пошла. Да, как бы сталкиваемся с такой же проблемой, честно. В том, что пахнет по-другому, курица совсем по-другому. Здесь вкус, вот, похожий на свежесть такой, свежей пыли. Но при этом она не настолько свежая, чтобы она ебланила просто ваше горло. Ну, в принципе, я думаю, можно уже сделать какое-то заключение, да, сказать о том, что пеликан, в принципе, как альтернатива, грубо говоря, легким турецким средним табакам зайдет отлично. Прям вот хорошо. Многие даже не почувствуют разницы. То есть, если вы в поисках альтернативы, то пеликан, как бы, в ваши, блять, руки. Что касается удобности открывания, да, есть насечка, круто, но не на всех. Что касается сырья пропитки, средняя хорошая пропитка без лишнего сока и, как бы, не слишком мало. Далее, красный цвет, да хуй с этим красным цветом, это мой личный заеб, да? Почему, почему, вот мне интересно, почему, блять, кто мне расскажет, почему именно красный цвет в турецком табаке? Что касается крепости, за счет того, что ароматика немного слабая, то есть, не то, что слабая, может, это посыл производителя такой более легкого ароматического вкуса, немного сложно определить крепость. Крепость сразу становится более-менее какой-то легкой, то есть, грубо говоря, на одну позицию оно легче, чем щербетли. По яркости вкуса немного, как бы, хорошо, мне кажется, даже наоборот, приятно, потому что ты куришь такой воздушный вкус, нежели какую-то прям яркую химозу. А по химозе, скорее всего, это будет лимон, потому что мне сразу сказали, что лимон – это вот такой вот непонятный вкус, как бы он все перебивает, с чем бы ты это ни миксовал. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы хотите это попробовать и живете, грубо говоря, потому что мы снимаем в Казахстане, снимаем в Алмате, то это, конечно же, магазин «Ротана», и здесь можно будет, конечно же, зайти, купить по цене, ценник вполне адекватный. Я сейчас скажу примерно в рублях и примерно в тенге. В тенге, грубо говоря, розница 600 тенге, в рублях это примерно 102 рубля, 103-104 рубля. То есть, в принципе, цена за 50 грамм данного продукта, она как бы своей находится в полке, в своих границах и никуда не выпрыгивает. Общая, наверное, такая оценочная рекомендация данному табаку – табаку есть место быть, и, надеюсь, он не исчезнет, как многие продукты, которые появлялись. То есть, все эти продукты прошли, грубо говоря, через меня, я все их прокуривал, я все их курил, и, грубо говоря, с 130 данных продуктов на рынке осталось всего, наверное, 20. Это образно, да? Поэтому это «Ротана», это «Алмата», забегайте к ним в гости, у них большой выбор кальянов, большой выбор табака, большой выбор всяких ништяков, начиная от ков, пуглей. То есть, здесь можно найти абсолютно все для домашнего покура, либо, конечно же, для кальянов, потому что «Ротана» – это номер один в оптовом такой торговле по Казахстану. Всем пока, и кто попробовал «Пеликан», чекайте в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!